Походу сегодня у нас погода нелетная, поэтому пойдем посмотрим, как там у нас кони замерзают или нет. Сегодня прямо с утра льет дождь. Придется плыть сегодня. Мокро, грязно, все расплывается. Главное не останавливаться, иначе может засосать, ну или подскользнуться и утонуть. Пойдемте ближе к ней посмотрим. Ну вот у нас лунтик, он без попоны. Вы уже помните, он совсем недавно стоял в конюшне и трясся после выгула. Но сегодня более-менее тепло, а мы с вами проверим, холодно ли ему. Вот он уже стоит, сейчас примерно 2 часа дня. Уже да, уже его подтрушивает немножко. И сейчас нам придется его домой завести, накрыть попонкой. Пойдемте других глянем. Посмотрим на куклу. Кукла у нас в попоне, но попона может промокнуть и лошадь тоже может замерзать. Поэтому всегда нужно посмотреть, как себя чувствует лошадь. Не трясется, потому что и под попоны видно, как лошадь трясется. Но кукла нормально. Мы пройдем еще посмотрим. Вообще так надо проверять каждую лошадь. Мальта стоит, вполне себе у нее все нормально. Не совсем, не замерзает. Все у него хорошо, лошадь одета. Вот мы пришли к джунику. Он, кстати, очень любит померзнуть. Особенно в межсезонье, когда у нас идут переходы на холод, дожди, на снег. Джуник замерзает. И, кстати, лошадь трясется. Поэтому его надо заводить и переодевать. Возможно, у него попона промокла. Либо одевать более теплую попону. Ветро непродуваемую и дождем непромокаемую. Всегда стараемся смотреть, в каком клубе содержится лошадь. Есть ли от ветров закрытые пространства. Например, посадки, деревья. Так как у нас в клубе практически все открыто. Единственное, прикрывает ангар. Он сзади камеры находится. Ветер всегда северный. Он такой более опасный. Лошади подмерзают. Вот ко мне джуник пристает, а мальта хочет задом ударить. Ну, иди. Поэтому, что нельзя одевать попоны. Ухудшается теплообмен. На все это надо смотреть с общей точки зрения. Возможно, и да. Иногда на лошадь надо смотреть. Ее нужно пододеть, помочь ей. Например, перейти на зиму. Если она еще шерстью достаточно не покрылась. Не заимела густую шерсть. Которая будет защищать от ветра. Но от дождей очень сложно защититься. Особенно, если холодный ветер. При южном ветре еще более-менее. Сегодня у нас юго-западный, наверное, ветер. Такой не теплый, как южный. Но и не сильно холодный, как северный. Скорее всего. Поэтому лошадей надо проверять, мерзнут ли они. Старайтесь без фанатизма. То есть не надо в жару одевать лошадей в попоны. Старайтесь каждой лошади подходить индивидуально. Так же, как и характеры мы смотрим на лошадей. То есть подошли индивидуально. Рассмотрели лошадь. Одна мерзнет. Мерзлячая, да, такие, какие люди бывают. Кто-то нет. Кто-то хорошо переносит холод. Все под одну сеточку не получится. Сказали одевать, значит всех одеваем. Сказали раздевать, значит всех раздеваем. Не получится. Нужен индивидуальный подход. Обязательно заводим лошадей, которые замерзли. Желательно одевать их во флисовую попону. Но не оставлять их так. Если конюшня холодная, то желательно, конечно, одеть, чтобы лошадь таяла. Чтобы попроще было одеть лошадь, мы ставим ее на развязки. Конюшня, кстати, сильнее. Видно, как лошадь замерзла. Лунтик еще не сильно замерз, потому что, видите, только плечо у него, да, и весь чуть-чуть потрясывается. Обычно, когда лошадь прям сильно-сильно замерзла, она будет стоять вся трястись. Ну, в принципе, как и люди. Когда мы чуть-чуть, мы чуть-чуть трясемся. Когда мы сильно замерзли, мы сильно будем трястись так, что, да, зубы будут у нас стучать. И мы обязательно одеваем флисовую попону, чтобы лошадку согреть. То есть он постоит чуть-чуть во флиске. Флиска возьмет в себя мокроту, чуть-чуть его согреет. Недолго, достаточно иногда 15 минут, полчаса, чтобы лошадь согрелась. И снимаем флиску. Можно, в принципе, переодеть в более сухую, если у вас есть запас попон. И опять вывести на улицу. Вот мы одели лунтика и отправляем его в денник. Пускай он согреется, отстоится, высохнет. Иди, лунтик. Так, лошадок не запускаем в денник. Обязательно надо с лошадью зайти в денник, развернуть лошадку и выйти. Так вы будете в безопасности. И лошадь не приучится влетать в денник, размазывая вас по стене. Все, лошади хорошо. Спинка сейчас у нее высохнет. Он покушает, попьет и отогреется. По сути, он даже попону одел, а уже его не так колбасит. Лошадь в попоне тоже завели. Его также у попоне колбасит, потому что может быть промок. Сейчас мы посмотрим поближе. Немножко влажновато. Немножко. Ну, по сути, это не дало бы ему прям сильно замерз. Джунник, ты замерз. Ну, этот может высохнуть. Он, в принципе, не до такой степени. Он был одет, поэтому еще один пошел замерзший. Хотя я хочу повториться, что на улице не сильно холодно. Проверяем и ставим обратно. Да, Джунник? А нету, Джунник, ничего. Все карманы пустые. Бессовестная я. Все, сохнет. Еще одного заводим. Все, кто замерзают, все заходят. А как вы следите за тем, замерзают ваши лошади или нет? Как считаете, нужны ли им попоны? Продолжение следует...